Вы слушаете новости по энергетике от АЭШ. Вторник, 20 апреля 2021 года. В заголовках мировой прессы. СМБС сообщает, датский энергетический гигант Орстед делает ставку на береговую ветроэнергетику в рамках новой сделки на 684 миллиона долларов. Орстед заявили в пятницу, что достигли соглашения с Бруклинфилдом о покупке стопроцентной доли в ирландском и британском офшорном ветроэнергетическом предприятии Брукфилд Айрлэнд. По словам Остерда, в соглашении есть оценка предприятия в 571 миллионов евро. Хотя эта цифра может быть скорректирована. Сделку планируется закрыть во втором квартале 2021 года. Заголовок Бумберг. Пакистан получит 14 миллиардов долларов, которые правительство должно энергетическим компаниям. Пакистан завершает работу по плану об погашении задолженности правительства перед энергетическим сектором на сумму около 2,2 триллиона рупий. Обязательство, которое увеличилось вдвое за последние два года, поскольку закупка электроэнергии превысили спрос. Исламабад намерен выплатить 400 миллиардов рупий нескольким производителям электроэнергии к июню в рамках сделки по сокращению затрат на электроэнергию. И попросит банки реструктурировать оставшуюся задолженность. По словам специального помощника премьер-министра Имрана Кана по энергетическому сектору. The Financial Times сообщает компании по добыче лития в слиянии на 3,1 миллиарда долларов из-за спроса на электромобили. Заголовок Wall Street Journal. General Motors поможет построить завод по производству аккумуляторных батарей стоимостью 2,3 миллиарда долларов в Теннессе. General Motors и партнер по совместному предприятию LG планируют инвестировать 2,3 миллиарда долларов в строительство второго завода по производству аккумуляторных батарей, чтобы поддержать усилия детройского автопроизводителя по расширению своего портфеля электромобилей. MG и LG заявили, что строительство завода площадью около 2,8 миллиона квадратных фунтов в Теннессе начнется в ближайшее время. Заголовок Forbes. Tesla сталкивается с лежачими полицейскими. Делая первые шаги в зарождающемся рынке электромобилей в Индии, предупреждают аналитики. Tesla, наконец, предприняла некоторые конкретные шаги для выхода на обширный индийский рынок. Но гигант электронных транспортных средств теперь должен преодолевать неэффективную и коррумпированную политическую систему, отсутствие в стране инфраструктуры для зарядки аккумуляторов и огромный бизнес. BBC сообщает глубоководная разработка полезных ископаемых для производства электромобилей. По мере того, как мир начинает отходить от бензиновых и дизельных автомобилей, возникает вопрос о том, как будут поступать металлы, необходимые для аккумуляторов электромобилей. Одна из возможностей — разработать дно глубоководного океана. Ряд компаний выстраиваются в очередь, чтобы разрабатывать найденные залежи полезных ископаемых. Это может иметь катастрофические последствия для морской среды. EnergyLeaf сообщает. Нью-Йорк объявляет о выделении 25 миллиардов долларов на повышение энергоэффективности коммерческих зданий. Это было объявлено финансирование в размере 25 миллионов долларов для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов в коммерческих зданиях Нью-Йорка. Программа управления энергопотреблением в реальном времени будет поддерживать воспроизводимые подходы к коммерческим офисным зданиям с целью эффективного снижения энергопотребления. Они предложат поставщикам решений 33-процентную долю в стоимости проекта с максимальной суммой в 400 тысяч долларов США на проект. PowerCredit.com сообщает. Pacific Gas & Electronics ведет новые проекты по созданию микросетей для критических, важных и уязвимых клиентов. Компания Pacific Gas & Electronics запустила свою программу создания микросетей для сообщества и уже приступила к работе над первым крупным проектом в рамках этой инициативы. Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии в прошлом месяце одобрила программу внедрения микросетей. Согласно сообщению, коммунальное предприятие будет оказывать техническую и финансовую поддержку соответствующим проектам в области с наибольшими потребностями в отказоустойчивости. Это будет включать в себя целевое финансирование, чтобы помочь удовлетворить потребности обездоленных и уязвимых сообществ. Это была минута новостей по энергетике от АЭШ. Вторник, 20 апреля 2021 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей в области электроэнергетики, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях.